Долгожданный посевной сезон на Брещене стартовал в начале апреля. Агрономы хозяйства СПК отправили на поля тракторы, опрыскиватели, плуги и другую сельскохозяйственную технику. Пример с них взяли владельцы дачных участков и земельных наделов. Вместе с желанием обработать заветные сотки, у многих держателей земли возникает потребность прибегнуть к помощи владельцев сельскохозяйственной техники. Те, в свою очередь, должны знать, что за оказание платных услуг по обработке посева и уходу за насаждениями необходимо платить единый налог. Физические лица, которые оказывают сельскохозяйственные услуги, то есть это услуги по обработке земель, по внесению удобрений в земли, либо иные услуги по растеневодству, обязанные подать налоговый орган уведомления с указанием вида деятельности и уплатить налог. Сегодня ставки единого налога по оказанию вышеназванных услуг составляют в городах Брест, Пинске, Барановиче 130 тысяч рублей, Кобрине, Березе и Ивацевичах 120, в центрах районного подчинения 115 тысяч, в сельскохозяйственной местности 75. Сумма вполне подъемная, а это значит, что препятствий к работе на законных основаниях нет. При этом есть ряд положительных моментов. При этом физические лица могут не регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, также подавать какую-либо отчетность налоговому органу не нужно, и если деятельность носит сезонный характер, то оплата производится лишь за те месяцы, в которые происходит оказание данной услуги. В случае желания заработать в обход буквы закона следует помнить, что у каждого действия есть свои последствия. В частности, лица, которые не платили единый налог, будут вынуждены его заплатить, однако уже в пятикратном размере. Более того, в перспективе их ждет наказание в виде административной ответственности. Поэтому в избежание сложностей и проблем лучше жить и работать в согласии с буквой закона.